Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Москвичка, победившая на Astral In Open. Кто такая Сони Кёнин? История американской теннисистки, выигравшей первый шлем. В субботу чемпионка Astral In Open стала девушка, которая 21 год назад родилась в Москве, носит очень популярное в России имя Софии и разговаривает с родителями, Александром и Светланой, по-русски. Но выступает она под американским флагом и иного варианта для себя никогда не рассматривала. Я восходящая звезда американского тенниса, — говорила Кёнин на Роуланд Гэроу с прошлым летом. Я очень горжусь тем, что представляю свою страну и надеюсь, что буду подниматься все выше и выше. Родители Софии уехал в Нью-Йорк еще из СССР в 1987 году. Хотели дать детям шанс на лучшее будущее, — говорит Кёнин-старший. Днем он учился на программиста, а по вечерам подрабатывал таксистом. Семья время от времени возвращалась на родину и переехала в Москву в 1998 году в ожидании Сони, чтобы получать помощь с новорожденной от многочисленных родственников. Но когда девочка немного подросла, Кёнины вернулись в США, во Флориду. Теннисом София начала заниматься по примеру отца, он играл для себя на любительском уровне. А девочке очень нравилось возиться с мячиками. Родители рассказывали Соне, что куклы ее не интересовали вовсе, а вот теннисные мячи увлекали надолго. Когда Кёнин было пять, ее заметил известный специалист Рик Маки. Когда я впервые встретил ее, это было потрясающее зрелище, координация глаза и руки и то, как она встречала мяч сразу после отскока, — рассказывал он. Она была маленькая, ракетка больше нее. Я видел много детей, но Сони не была не похожа ни на кого, я мог сравнить ее только с одной теннисисткой, Мартиной Хингис. Благодаря Маке и жизни во Флориде Кёнин с раннего детства имела возможность близко общаться с большими теннисными чемпионами. Она принимала участие в показательных турнирах вместе с Джимом Курье и Джоном Макинреем. Регулярно тренировалась вместе с Анной Курниковой. В соцсетях очень популярен снимок, где Курникова держит маленькую Соню на руках. И видео, где крошка Кёнин проводит день с Ким Клистерс. И в знаменитое интервью, где трогательное дитя говорит, что знает, как принимать подачу Энди Родика и может это сделать. Она фотографировалась и с Винус Уильямс, Дженнифер Каприати и Тоддом Мартином. Совсем юной София попала на обложку узкоспециализированного теннисного журнала Адвантаж Магазин. Тогда она была, наверное, популярнее, чем сейчас, — говорит Александр Кёнин. После того, как София вышла в финал из Trail in Open, ее соотечественница Джессика Пегула написала в Твиттер, — наконец-то она получила признание, которого заслуживает. — В прошлом люди не особо обращали на меня внимание, — говорила в Мельбурне уже сама Кёнин. — Мне нужно было заявить о себе, и я это сделала, теперь я получаю много внимания. Не буду лгать, мне это нравится. Всерьез о Кёнин заговорили после AS Open 2017, где она дошла до третьего круга и проиграла в вечернем матче своему кумиру, Марии Шараповой. Тем летом София окончила школу, хотя она была на домашнем обучении, и выбирала между профессиональной карьерой и учебой в ВУЗе. У нее даже были устные договоренности с университетом Майами и подписанное с ним соглашение о намерениях. Но на самом деле теннисистка мечтала играть профессионально. И сразу после того турнира объявила о том, что пойдет именно этим путем. На том же AS Open в 2017 году Кёнин рассказала трогательную историю о том, как папа мотивировал ее, он обещал сводить дочку к Тиффани, если она выиграет матч первого круга с соотечественницей Лорен Дэвис, которая тогда была посеяна под 32-м номером. Сезон 2017 Кёнин закончила за пределами топ-100, через год была уже 52-й, а в 2019-м скакнула 14-ю строчку и была названа самым прогрессирующим игроком ВТА, после победы на Australian Open она впервые войдет в десятку. Говоря о дочери, Александр Кёнин отмечает ее неуступчивый характер. Мы оба весьма упертые, утверждает он. И ее мама тоже тот еще крепкий орешек. Я давно женат на ней, поэтому знаю. Но все это иногда помогает. Субтитры создавал DimaTorzok